Доброй, доброй, доброй ночи всем еще раз, дорогие друзья, у микрофона Друг, это студия игрокам ТВ, мы начинаем трансляцию матча между командами Секрет и коллективом Ехоум. На данный момент Ехоум забрали себе Гирокоптера и Винтер Вивер, а команда Секрет ответила Шадоу Финдом и Дазлом, ну, в принципе, по классике, ничего тут новенького от СФ, от СФ, от Секретов, конечно же, не будет, как и от СФ, а мне кажется, ничего новенького мы здесь ждать не должны, С4 будет давить на СФ, так как он умеет это делать, в общем-то, вариантов для него немного. Баунти Хантер от команды Ехоум, Вивер на Баунти Хантер, от Меты никуда Ехоум не пытались даже скрыться, Гирокоптер в их пике. А ну-ка, мне интересно, Секрет, будет ли это Кура на Течисе, вот прям хотелось бы, просто хотелось бы, на игровочке все эти комбинации, которые на групповом этапе Team Secret использовали. Не зайдет, берите кого хотите во второй, в третьей игре. В любом случае, мне кажется, что команда Секрет сильнее, чем Ехоум, да это не только мне кажется, это кажется всему развитому обществу. Команда Секрет забанила, Queen of Pain забанила Разора, отлетает также в баню Darkseer у нас, и Лина отправляется туда же. Со стороны команды Ехоум в баню ушел Лишрак, Нага Сайрен, Брудмазер и Туск тоже от Ехоум в баню. Ну и дальше пике от Team Secret, пока не вижу героя для... Например, для Зая не видно героя, да и для Артизи нет какого-то героя. Да и Кура... В общем-то и Кура без него. Ну, SF на мидлейне будет стоять пока что непонятно против кого, но Виверн от команды Ехоум там тусить будет 100%. Почти уверен, что сетевая будет Виверн помогать. Ну и 40 секунд у Team Secret как-то долговато, кстати, думали Секреты на удивление. Что там из 4 замышляет себе Бэйн от данного коллектива, скорее всего для Куры этот герой. Я думаю, Даззл это, в общем-то, Пупей. С4 будет играть у нас на Shadowfin'де, но и остался герой на сложную линию и... Ну и мейн керри для Артизи остался в составе команды Secret. Ехоум мы забрали себе легкую линию, забрали себе двух саппортов. Осталось мидера и осталось оффлейнера тоже для команды Ехоум. Заметьте, герокоптера сразу пикают. Как-то он по типу Лешака, как Лешака сразу банят, так герокоптера сразу же забирают в пик. Причем неважно, кто это играет и против кого это играет. Если герокоптер не в бане, то он улетает одним из первых пиков. Не одним, а в основном первым. Ну и задумались Ехоум. У них, конечно, ситуация не самая простая. Играют они против одного из главных фаворитов этого турнира. Но если так по статистике, вообще по всем высказываниям, то ни одного из главного фаворита данного турнира. Команде Secret все предрекают первое место на этом ивенте. Сложно с этим не согласиться. Команда Secret невероятно мощными игроками укомплектована. У них уже хорошая сыгранность. Они добрали себе топовых игроков из других команд. Тот же Артизи, тот же Зай. Из достаточно сильных ЕГЭ перекочевали в команду Secret. И, в общем-то, комплектация по игрокам просто чудовищная у Team C. В принципе, для Кура герой есть, для Папи герой тоже есть. Шадоу Фин тоже имеется в пике для СФО. Ну, осталось забирать оффлейн, Зай осталось мейнкеррить забирать. Спирит Брейкер отлетает в пик команды Secret. Зай будет играть на данном герое. И для Артизи последний пик Team Secret. У Ехоумов есть медлейн и не вижу сложной линии команды Ехоумов. Лейнера пока что не имеется. Ну, собственно, понятно, кто что будет банить. Я думаю, что Антимаг, наверное, от Ехоум залетит в бан. Все-таки имбовый керри часто пикабельный, поэтому, скорее всего, Ехоум от него и избавится. Так и есть. Антимаг от Ехоум залетает в бан. А Секреты какого-нибудь Клокверга забанят. Как-то не мудрятся, но команда на самом деле. Просто по мете прошлись и забанили. Посмотрим, если это будет Клокверг, то все. Бросаю комментировать профессиональную доту и ухожу в профессиональную доту. Андайн в бане у Team Secret. Точно, точно, точно. Не зашел первыми банами, зашел последним баном. Может, тогда пикнуть есть смысл Клокверга? Там, от Ехоум. 10 секунд. Феникс, от Ехоум. Это как-то даже немножко неожиданно. Хотя под общий рассказ, под шторма, под гирокоптера. Ну, логично, очень даже логично. Ну и последний пик от команды Secret. Кто же в роли Терри будет? Получится ли удивитель, это будет Джиггернаут или Рейс Кинг? Ну, есть же какие-то ребята, которые давным-давно не заходили. Ну, та же Фантом Ассасин. Только не ПЛ. Только не ПЛ. Вот все, что угодно, только не Фантом Лансер. Уже тошнота от него, конечно, подкатывает. Фантом Ассасин. Не знаю, даже селедка нормальная. Пусть будет. Нембер Спирит. Ну, кто-нибудь пободрее немножко, чем Фантом Лансер, потому что от него уже скучно. Ну, очень. Вайпер, вот тем секрет. Хорошо. Ну, не то, что прям совсем хорошо, неплохо. Артизи забирает себе СФ. Вайпер будет от СФО, как я понимаю. Скорее всего, Зай заберет себе Спирит Брейкера и на Бэйни будет играть Куру. Дазл это Паппи и Артизи СФ. Команда Ехоум. Вайджей берет себе Герокоптера. Ланэм будет играть на Баунти Хантере, Шторм Спирит, Сетивай и Феникс сложную Винтерную Верну Лайн Саппорт. Пожелаем удачи обеим командам. Гораздо больше удачи, мне кажется, понадобится команде Ехоум. Они, правда, здесь против очень серьезного, наверное, самого серьезного соперника, который мог бы им встретиться на пути. играют. Все, разобрали своих героев, игроки обеих команд, ну и посмотрим на реализацию. Вайпер от СФО. А куда же отправится в таком случае Артизи? Артизи, по идее, идет в Мид Лейн, а СФО пойдет фармить легкую. С СФО уже отправляется Кура, где-то рядом должен тусить Паппи. Зай на Спирит Брейкере, скорее всего, пойдет в Оф Лейн Соло. И Артизи на СФО уже приобретает себе Рейсбэнд. Стоила она того, чего на базе не купил. Курьера зря решил прогонять, но это его личное дело. Два танка пробуждали Артизи, будет стоять Мид Лейн, скорее всего, Шаду Финт. С фона Вайпер будет фармить легкие лайки. Судя по его закупу, хотя непривычная ситуация для команды Секрет, обычно Артизи у нас Мейн Керри где-то на легкой линии в окружении саппортов. А теперь Артизи придется стоять в Соло. Ланэм уже знает, в принципе, точнее, команда Секрет, мне кажется, знает, где находится Ланэм, но они его ждут здесь, что он придет вордить в чужие леса. А Ланэм тусуется совсем в другом месте. Вышелся дерево, хитрый, злой. Есть ли Сентрик? По идее, должны быть. Ланэм сейчас заходит в спину, режет Артизи. Артизи плотненько приседает по холлс-поинтам. Первый фраг от команды Секрет. Сфа тоже стерлил Ланэм, очень жестко напилил. В спину, ну и один в один размен. Гирокоптера разменяли на Сфа, и, по-моему, в плюс для Ехоум. Что удивительно, но, по-моему, да. Так и есть, ФБ вообще нифига не стоит. Дота, что ты со мной сотворила? Что ты вообще с собой сделала? Почему второй фраг настолько дороже, чем первый? Первый же важен, это же ФБ. У него сакральное значение вообще. Как так произошло? Ну и Сфа отправляется на нижний лайн. Стоять будет против Роти Кей, причем в соло. И Кура вместе с Паппи должны идти на топ-лейн. Пока что Паппи просто помогает Заю, чтобы не проседал тут по фарму сильно Спирит Брейкер. И Спирит Брейкер будет фармить. Странная немножко ситуация. А с другой стороны, что странного? Сфа привык стоять в одиночестве. Стоять ему против Роти Кея тоже несложно. Вайперу вообще несложно стоять в соло на линии. А тем более против Феникса. Феникс не особо тут дамажащий герой. Да и эскейпов пока что нет у Феникса. А если будут, то раз в 36 секунд это не эскейп. Не получилось сделать отводы команды Сикрет. Как-то немножко домно все это случилось. Странно даже. От Сикретов такого точно не ожидаешь. Ну и все пошло не по плану. Зай продолжает фармить. 3 на 0 у него. У АйДжея 5 на 0. У АйДжея ситуация немножко покомфортнее. Зая здесь ловят. И где Пупей? Пей должен сейвить Зая. Но у него нет шалу Грейва. Сильно не посейвишь. Просто подхилит. Никого пока что. Игроки после вот этой первой драки не потеряли. Ни одной команды, ни другой. Артизия на мидлейне. 7 на 1. Против него Сити Вай 9 на 2. У Шторм Спирита ситуация получше. Причем не конкретно у Сити Вайа. А вообще у Шторм Спирита против СФ. Шторму легко. Благодаря оверлоуду, статикриманту. Все это халява мягко говоря. А Шадоу Финду на ранних этапах. Надо повыкручиваться немножко. Чтоб как-то себе и демиджи насобирать. Теми же Кайлами. Попробуй попадай. А здесь просто райт клик. И ремнан проилзан. Феникс Тротикея. Сильно просил по ХП. Забрали СФО. СФО отваливается. И это первый фраг. На вайпере от команды ЕХО. Ланэм пришел. И он, кстати, постоянно у нас в центре всех событий. Он ему очень здорово врывается. И Артизи умер благодаря Ланэму. Артизи перится здесь с Сити Вайем. Ну, переиграл немножко Сити Вай. Артизи не такой уж деревянный, чтобы с ним можно было позволить себя так вести. Только подставился под Койл. Сити Вай сразу же отправился в таверну. 400 голды. В этом файте Сикреты зарабатывают. ЕХО мы пока в плюсе. По золоту, по экспириенсу тоже. Но это только начало. Пока игра еще не устаканилась. К уроку недалеко от Вайпера. Если один раз слили, второй раз тоже попытаются. Ланэм по тавер пытался подрезать Курьера и оставил ему 50 хп. Мог и добить Ланэм Курьера, если бы вовремя не проконтролили его игроки команды ЕХО. Скилл, как-никак. Скилл. Артизи против Сити Вая. 19 на 6 у СФ и 16 на 5 у Штурм Спирита. И уже разгон на Сити Вая. У него пока нет шестого левела, но добегать нет смысла здесь никуда Заю. Далековато ушел Сити Вайт, даже не подозревая об этом. О том, что за ним выехали. Ушел за руной и достаточно удачно ушел. Хорошую сторону для себя выбрал. Баунти Хантер сейчас будет резать Курьера. Вот 100% будет резать Курьера. Знает, что у него Хейст нету. И значит, Ланэм будет резать Курьера. Папи уже здесь. Ай-яй-яй-яй-яй, бедная курочка. Минус Курьер. На Ланэма разгон. Ланэма здесь просто разнесут сейчас на куски. Сейчас просто врежется немножко Зай. И Спирит Брейкер сминает Баунти Хантера прямо под нейтралами. Бежал отдаваться. Баунти Хантер не получилось. Курьера в любом случае забрали игроки команды ЕХО. Ну, по балде Секреты 350 отобрали у жадного Баунти Хантера. Секреты в топе по фарму, по экспириенцию. Пока что ЕХО мы впереди. Ну, 5 минут сыграно. Давайте Крипстаты понаблюдаем у Артизи. 28 на 9, 28 на 5 у Вайпера. И только потом идет Вайджей и Сетивай. 24 и 22 соответственно. Дальше Зай 15 и Ротикей 8. По Крипстату, конечно, намного жестче команда Секреты выглядит. Да, каждая позиция переигрывает оппонента. Куро 4, Ланэм 1. Пупей 6, ДДС 5. Зай 15, Ротикей 9. Артизи 36, Вайджей 25. И Эсфо 32, Сетивай 23. То есть по всем фронтам я очень понимаю, почему по фарму так мало выигрывает в таком случае Тим Секрет. 500 голды всего лишь и по экспириенсу Секреты тоже 500. Ланэм, резани Куро. Будь плохим парнем. Ротикею сложно. 9 на 1 у него. Эсфо 35 на 9. Он просто тут на линии унижает своего оппонента. Очень крутой капитан против очень крутого капитана опытного. И Эсфо наплевывает по Ротикею, потому что знает, что бежит сюда Зай. И здесь Ланэм в инвизе. Зай через все вообще горы, леса, поля, деревья. Кстати, Эсфо будут забирать сейчас Зай. Чарджер Даркнесс долговато. Еще 5 секунд его не будет. Куро на двоих Ротикея могут забрать здесь. Кстати, Ротикея, если сейчас доиграется, в сон его, если отправить через Брейнсап, просто уничтожить нужно Ротикея. Ротикея готовится Супернову проезжать. Куро через Брейнсап разваливает у нас Баунти Хантера. Начинает пилить Супернову. Убивает также и Феникса. Это минус 2 от команды Секрет. Также за Куро настреливает Вайджей. Прилетает сюда Сити Вай. Куроки отправляют в таверну. Счет становится 5-3. Ну и Зай, почему не пошел файтиться дальше? Сетевая Дидисин, ну здесь уже не по шансам. Здесь 3-1. Эсфо, как же выйти отсюда? Они контролят игроки команды Ехоум эту территорию. Эсфо просто выйдет на тупом. Хотя вот здесь, по идее, Вижен есть у них. Да, Вижен есть. Сетевая будет ли лететь? Нет, сетевая без маны. Куда тут лететь? Сетевая просто на базу улететь бы. И Эсфо спокойненько уходит назад. Курьер команды Секрет восстановился. Секрет и в плюсе по голде 1000, по экспириенсу 500. На сложной линии в это время оставили Папе. У него уже пятый с копейками левел. Гирокоптер, конечно же, у нас переместился вниз. Время на фарм. Не тратит. Тратит время просто на гуляние по чужим лайнам. YJ 36 на 9. А вот, например, Артизи в сравнении с ним 57 на 12. Ну и первые два крипт стата на карте по-прежнему за командой Секрет. Даже несмотря на то, что Эсфо вынудили им просто идти на собственный фонтан отхиливаться. Эсфо как будто через райт-клик, просто через автоатаку действует. Ладно, я пошел диверсионные работы выполнять. Завардил пол, чтобы не так просто было все для Артизи. Ну, понимают прекрасно, где находится Артизи и вообще зачем берется со стороны Radiant SF. Это же очевидно, что для этих стаков. У Артизи уже 770 по голде, ПТ есть. Есть рингов Аквила, есть Боттл. Не надо Ланэм подрезать Артизи. Сразу же будет на тебя разгон. А вот теперь и пора Артизи. Сразу же все и выйдет через иллюзии. И Артизи, неужели расконтролит Сетивая? Ланэм чудом уворачивается от дальнего Койла. И Артизи продолжает файтиться. Вот это жесткач Артизи учудил. Просто от Сетивая избавился, чтобы непонятно было, в кого вообще Вортекс впихнуть. Есть два Койла в Артизи. Дальний по Сетиваю. Сетивай лоу-хпшный, такой же лоу-хпшный Баунти Ханда. Забрал еще пачку крипов, ушел отсюда. Прошелся, поцарапал землю. И Морталовские руки, и Аркана на Артизи. Что еще надо СФу, чтобы быть в порядке? Сетивай, посмотрите, какой несчастненький. Еле-еле ушел там на 20 и на 30 хеллс-поинтах. У Ланэма четвертый левел. У Артизи уже девятый. У Папи шестой. У Бэйна почти пятый. У Вайпера восьмой. И Зай пятый тоже левел. Вот Зай он из Расстрайк тоже. Команда Ихом теперь по левелам. Герокоптер, седьмой, практически восьмой. Винтерн Виверну, ДДС шестой. Так, Сетивай разбирают на нижнем лайне. Сетивай лоу-хпшный, старается отсюда уйти. Переключается на Супернову. Супернову-то допилят, это факт. Еще и допилили. А кто убил его? Шторм Спирита Бэйн убил. Куров просто переключился. На секундочку. Провязал брейнсап и давай дальше бить Ротикея. 900 голды, 1300 экспириенса. Вай Джей ждет своей очереди. А куда, куда, куда врываться, Вай Джей? Сфо уходит. Сфо лоу-хпшный, он опытный парень. Развернулся и ушел. И Секреты уже по голде четверку выигрывают, а по экспириенсу они выигрывают 2,5. Если не будут лужить Секреты, то в принципе разберут Яхомов быстро и очень уверенно. Ротикея приобретает себе Урн оф Шадоуз. Так, как там поживает Артизи? У Сефа. Есть Хедреска, 760 голды на руках. Но после этой пачки Артизи уже с Мекой. Все. Мека готова. 10-ая минута, 47-ая секунда. Артизи с Мекой. У Артизи есть ПТ, у него есть Аквила. По идее файты уже сейчас можно начинать. 2-го левела. Реклинг оф Сол для Артизи. Деньги льются рекой по Нетворцу. В принципе, после 11-ой минуты можем мы и Нетворцу уже смотреть. А Крепстат нас несут как... Не очень интересует. 4000 у Айджей и 6300 у Артизи. У Артизи всего лишь 1 килл, а деньги все за хорошие фармы. А теперь меня очень интересует по Крепам ситуация. 101 у Артизи за 11 минут. И 57 у Айджей. На Герокоптере. Герокоптер, который на легкой стоял. Тут, конечно, перебор-переборище. Команда Ихом просто не вывозит по личному скиллу. И это уже становится более чем очевидным. Начинает пушить Тауэр на топ-лейне. Это Т2. Машинка стоит. Артизи танкует. Упей выхиливает. В принципе, 3-го левела Шадоу Вейб. Плюс Мека есть у Артизи. И Ботл есть. И зарядок в Манжик Вонде. Поэтому можно смело быковать в команде Секрет. Пошел разгон от Зая. Тауэр не добили. Кулдаун пошел от Герокоптера. Очень быстро с ДТС справились. Артизи лох-пешный. Артизи выхиливает. Мека от него. Ульта от Артизи. Артизи под Шалу Грейвом на Сетивай. Неужели убьет все-таки Сетивай? Артизи, скорее всего, здесь разбирают. Нет, он выживает. Нифига себе. Последний ремнант от Шторм Спирита. Убивает Шадоу Финда. Но минус 4 делает команда Секрет. Всего лишь одного героя потеряли. 1400 зарабатывают. Ну и здесь после смерти СФ подарил 528. Точнее, после смерти Шторм Спирита, ремнант, который убил СФ, а 528 голды подарил игроку команды Ехоум. Короче говоря, много за Артизи дали. 1500 золота на Секрет и 2400 по Экспириенсу. Вообще, они на шестерку опережают своих оппонентов. И 5 по Экспириенсу тоже для мультинационально... мультиконтинентального коллектива. Ребята отовсюду. Не Ехоум, это Китай. Роти Кей. Есть Рингов Реген. После Транквилл Бутсов, Фронов Шадоуз. И понятно, куда Рингов Реген. Возможно, это Сол Ринг. А возможно, это, например, Форс Став какой-нибудь, чтобы... чтобы хоть какой-то контроль иметь над своими, над чужими. Так, Гирокоптер Хилм оф Айронвилл у АйДжей есть. И осталось тут еще собирать и собирать до приобретения Доминатора. Вообще, ситуация печальная. У Гирокоптера он четвертый на карте. 7200 Артизи и 4800 ВайДжей. Гира проигрывает невероятно сильно. Эсфо тоже обгоняет своих оппонентов. У него 5500. У Эсфо уже есть барабаны. Рингов Реген, тебе зачем? А ну-ка, дай понять, что это вообще планируется. Не очень понимаю, зачем Рингов Реген. Наверное, просто стоит на линии. Продаст, если что, Эсфо. Данный артефакт. Ох, команда Сикрет. Они добили машинку. Друг другу уступили. Машинка просто развалилась. Здесь не очень важно было бороться за фармы. Так было все понятно, что команда Сикрет переходит к пушу, а Тауэр не жадничает, не забирают. Ди Ди Си тут с перепугу вообще подходит Дэнайт и Эсф забирает там. Артизи уже с Огр Клабом. У него 2 с копейками на руках есть. В скором времени появится Блэкинг Бар за местной центральной линии. Артизи пришел фармить. Он не пришел дефать Тауэр, потому что их умы не давят. Артизи пришел дофармливать свой БКБ, который будет у него в минуте на 17-й. Это даже больно вслух произносит. После Мекки, Блэкинг Бару, Артизи всего 2 кила он сделал. Но что здесь по крипам? 140 на 14-й минуте. 100 крипов в среднем за 10 минут. Это охренеть как много, я вам честно говорю. 604 ГПМа за 15 минут. Это... Как это вообще называется? Ох, фармит, а. Жесть, я знаю, что СФ фармит очень серьезно сам по себе, но... Такого я просто не видел. 15-я минута, 600 ГПМ от медлейнера. Это, знаете ли, перебор. Тут СФ просто... Следующий артефакт, Даггер, Дезолятор. И поехали. Сильно обгоняет Сетивая. Я уже молчу, Уайджей на гирокоптере. Домика так и нет у Гера. Рутикей вместе с Вайджем вышел на Тауэр по топ-лейну. Стоит уже здесь на... В принципе, на готове Баунти Хантер. Заходи туда. Ну, никто просто так не отдаст Тауэр. Тауэр Дэнайт еще рановато. 193 ЛП у него. Рутикей вместе с Вайджем вышел на Тауэр. Пожалуйста, у Артизи уже готов. Блэкинг Бар. 16 минута, 20 секунда. БКБ прилетает к Шадоуфинду. Продолжение издевательства. Тут и непонятно, что делать. Он просто фармит все, что видит. И как-то вардить команда Ехоум не имеет возможности. Потому что их наказывают, обижают, бьют. Унижают по всем лайнам. 6000 секреты по голде и по экспириенсу пятерка тоже для них. Вроде как приостановились. У СФ есть БКБ, поэтому надо навязывать файты. Есть БКБ, есть Мекка. Значит, массфайты более чем предпочтительны для команды Сикрит. Здесь Мекки. Пока еще нету Феникса до приобретения Мекказма. Сколько здесь? 200 голды надо Рутикей. Он в лес пошел выфармливать свои артефакты. Рутикей знает, как фармить лес. Это, кстати, прям-таки гайд для новичков в доте. Вот и пожалуйста. Просто за один раз каст две пачки сразу же. Ну и готова Мека для Феникса. Время Роха падает для команды Сикрит. Артизия дает Аэгу. Кому же еще? Тысяча голды у него после появления Блэкингбара. Почти 10к за 17 минут. Офигеть. Все держится на позиции в 600. Дальше, конечно, будет больше. Видит Рутикей Артизия. За ним врубил хасту и Рутикей лоу хпшный. Надо бежать отсюда просто. Если сейчас он лоу хпшный, то еще два удара и Фениксу надо было что-нибудь. Фениксан какой-нибудь узнать. Супер нового. Артизия пошел просто разваливать крипов. Мимо проходил. Забрал пачку крипов. Ушел назад. Рутикей, по-моему, сейчас будут убивать просто. Энфи был на Рутикея. Цепляет Артизию. У него есть... У него есть Аэго. Танцует. Стоит SF. Кура отправляет его в Найтмейр. Танцевал немножко Артизии. Дальше на крипов. С4 при Медасе. Поэтому С4 тут на демиджи особо ничего не имеет. Ну, вайпер это не суть как важно. У него есть Незотоксин. Поэтому крипы и так будут сыпаться. Это какие крипы? Кто тебе этих крипов оставит? Shadowfin. Это 11к уже. Spirit Breaker время разваливает Баунти Хантера. Есть просветка у Зая вместе с Пупеем. Пошли и убили. Куров это время стакает крипов. Я думаю, что... Все для того же Артизия. Давайте пробежимся по артефактам. 19 минут сыграно. Даззл. Есть медалину в Кураж. Бутсов спит. И убеет тысяча с копейками на руках. Зай на Spirit Breaker. Владмир есть. Urn of Shadows. ПТ. Пурман Шилд. И Magic Wand. Вайпер. От С4. Magic Wand. Ram of Endurance. ПТ. И Медаса. 1700 УСФО. На руках. Бейнс. Аркан Бутсами. Magic Wand Dome. Почти 900 на руках. SF. 2. 560 на руках. После Black King Bar. Все остальное мы, в принципе, с вами уже наблюдали. Команда Yehom. Гирокоптер. Есть. Огр Клаб. Далековато до Black King Bar. Еще есть Аквила. ПТ. Ой, не ПТ, а Фейс Бутсы. Брасер и Доминатор. Ну и здесь заход на мидлейн. От команды Сикрет. Винтерн Виверн. Шадоу Амулет есть. Олринки есть. Транквил Бутсы. Мэджик Стик. 150 по голде. Маловато всего, конечно. Шторм Спирит уже. Но от команды Yehom приобрел себе соулт бустер. И немного совсем денег до Бладстолна остается. Шторму. Хотя по такой игре есть подозрение, что просто сольется Бладстол. Баути Хантер. Лоу ХПшный. На хайграунд. И Артизи тоже. Половина ХП сливает уже. Артизи Мекку провязал. Выхиливает не только себя, но и всех тиммейтов. Но и Тупей уже отдает ему должок. Улетает вниз Зай. Неужели так важно было спирит Брейкер эти крипы? Даршан еще тысячу лет. На нижний лайн переходит Бэйн. На топ-лейн точнее. На нижний лайн можно и Артизи переместиться. Артизи перемещается на топ-лейн. Где запахло фармом, Шадоу Фин сразу туда. Классно, что с Кайлами выходит, конечно же, у ССФ. Топ-нет-ворс на карте. Обгоняет Сити Вая почти на 4000. Чуть-чуть меньше. Но одна пачка крипов и будет 4К. Умеет, знает, как это делать Артизи. Времени зря не тратит. Артизи уже есть Бутс оф Тревел. Он летит на мидлейн. Сейчас будет файт. Ротики, по идее, могут и развалить. Ланэм вражеские леса ничего здесь не увидит. Хотя можно повардить. Хотя бы немного. Артизи плюс Зай. Зай хилит. Зай здесь просто танкует. Артизи в это время разбивает головы. Эншин там. Да, все разбивают. Тут и Кура немножко поживился. Зай единственный танковал. По-моему, никого не убил. Бывает же такое. Они с Артизи, друзья, по идее, ссориться не должны. Восемь кам. Секреты по золоту и по экспириенсу шесть. Двадцать вторая минута заканчивается. Форстаф есть для Бейн. По идее, команда Секреты должна идти и своих оппонентов провоцировать на драку. Восиф нормально. По хп все есть. БКБ десяти секундный. Мека есть. Все необходимое прокачено. Кроме Requiem of Soul третьего левела. Ну, шестнадцатый через пол-левела у Артизи. Под смоком Юхолма в собственный лес. Сейчас может быть очень интересная встреча. YJ видит Артизи. Фуллдаун сразу под ноги. Артизи у нас премерз в ульте ДДС. БКБ от него. Артизи разультился. Лоу хпшный YJ. YJ через Колден Брейс выхиливают. Разваливают YJ. Феникс проезжал здесь Вениксан. Все уходить отсюда. Кубра лоу хп. Потеряли Зая. Ну и дальше погоня пошла от команды Ехоум за Артизи. Протикей летит через Санрейс. Жжет Артизи. Развернуться Артизи не получается. Но успевает на скорости убежать. Хотя недалеко. Сетивай просто на фуллману. Три заряда зарабатывает в этом файте. Вот какой крутой камбэк, кстати, от команды Ехоум. Ланэм, правда, никуда не уходит. Ланэма развалили. По сути, 3 в 2 получился файт. Айяга очень вовремя для команды Ехоум спадает с Артизи. 2 400 по голде зарабатывает Ехоум. И при файте с преимуществом всего в одного героя. Тем не менее, вы видите, что творится с графиками. 4К против двух по экспириенсу. Все это в пользу команды Ехоум. ЗАК! Ну и Драма Фендеранс у Вайпера есть. Это пока из серьезных артефактов что-то... Все, что ли? Есфо? Нет, Есфо приобретает себе Блэкинг Ба. Тут ситуация немножко поинтереснее. БКБ против Шторма. И если исключить самого Шторм Спирита, то, по сути, и дамажить-то некому. Гирокоптер не сильный боец. Гирокоптер практически не бьет. У него БКБ, кстати, уже готово. Шадоффинда появляется. Талисманов Вейжен. И Артизия будет выходить в Баттерфляй. Варма немножко подостановился СФ. Где-то на уровне 600 продолжает идти, но, по идее, все наращиваться должно было, а не стоять на одном месте. Верно, из кустов просто шарахнул, а Артизия ушла отсюда. В это время Сити Вай вместе с Ланэмом по нижнему лайну. СФО пошел на подсейф Тавра. И четыре героя команды Сикрет во вражеском лесу. Вайджей не видят, кстати, Вайджей появился. Зай должен разворачиваться и бежать. Веротики, например, хоть на кого-то надо врываться. Тоже непонятно, где Ланэм, где в это время Сити Вай. Вижена, по-моему, нету команды Сикрет. Нет, они не в курсе, где их оппоненты. Они не в курсе. Зай тут единственной судьбой играется. Вот теперь увидели. Теперь узнали, где находится команда Яхоум. И отходят назад. Варды разбили, там Гем, да, у кого-то, я так понимаю. Да, Гем у Феникса. Ротике уже с Мека. Есть у Ротике Урна в Шадоу, Странкил Буцик, Гем. В принципе, нормально все по фарму. По Нетворцу у него топ-6. Тоже неплохо проигрывает Зай. Порядка тысячи, но на 26-й минуте можно и такое себе позволить. Ланэм лох-эпэшный, ой, лох-эпэшный. Ланэм в опасности, конечно же. Ланэм отсюда уходит. Пупей пытался просветить. Ну и здесь поздновато немножко Пупей ворвался. Как там у сетевая дела? У него уже есть Oblivion Staff 1. Деньги на Oblivion Staff под номером 2 тоже имеются. Ну и рецепт осталось на Оркет приобрести Шторм Спириту. В принципе, хороший достаточно Затаруси, Ланэм. Шесть тысяч Сикриты, хотя восемь выигрывали по золоту и по экспириенсу. Выигрывали где-то шестерку даже больше и до четырех свалились. Ланэм продолжает издеваться над Артизи. Сейчас начали ученщу-то подрезать. Ланэм мы увидели, разгон по нему. И все, просто не отпускает его Артизи. Коин везу к Айламе. До свидания, саппорт команды Ехом. 16-8. Продолжение, конечно. Фарма чудовищно крутого. 15 с половиной будет у Артизи после этих мобов. А может и больше даже. Ну и 2 900. Даже 3000 у СФ уже на руках. Где-то сейчас Иглсонг замаячит. А дальше обычный Квартер Став. Ну и где-то минуточек 30-й по идее Артизи должен уже быть с бабочкой. По фрагам, конечно. У него минимум 3-3. Это не самый топ счет для топ-героя. БКБ от Артизи. Мека от него. Ульта от него по Ротикей. Ротикей лухэпэшный. Не хватает у него маны, кстати. Ротикей могли убить. То есть Артизи отсюда уходит. Лан по нему засловили. Но дамаги на СФ не внесли СФ. И деньги тут откуда не возьмись. На Иглсонг появляется у Шадоу Финда. Сетивай уже с Оркетом. У него есть Бладстоун. Артизи об этом прекрасно понял. Сейчас Сало в него моментально ввалил Сетивай. Пришлось юзать БКБ и бежать оттуда. Нарошана вышла команда Ехоум. Секреты должны за него биться. Они по идее выигрывают по голде и по экспириенсу. И сражаться надо. Кура пешком как ты далеко. СФ уже туда бежит. Клан М видит его. И СФ понимает прекрасно, что не просто так на нем трек висит. Что будет ли в Рифле не будет. Сейчас узнаем. По идее должны рассобрались. Надо файтиться. Сбол у нас лохэпэшный. Врывается Сетивай на хайграунд. Даззл. Сон отправляется купей. Шалу Грейп на себя не юзает. Ждет. Вайпер под Блэкинг Баром. В Култэм Брейсе. Вайпера развалили. Пока что размен один в один. Артизи руками пилится с Вайджием. Вайджием подхиливают. ПКБ от Вайджием. Он фуловый уже. Все. Артизи просто пошел в Соло бить Вайджек. Я понимаю. Теперь у Вайджием огромные проблемы. Кура толкает. Кура. Сон на Вайджи. Разгон на него. Ну и Вайджи в таверну. Минус два от команды Сикретс. Потеряли С4. Байбэк моментальный от Гирокоптера. Летит уже сюда Вайджей. Драка продолжается. Где же ты, Вайпер? Нету Вайпера денег на байбэк. Рецепт есть на от Кирасу. Есть чей. Мейл. Еще сколько? Две. Даже. Так. Две 800. Мы будем собирать Вайперу до приобретения Кирасы. Необычное решение на Вайпера собирать. Вместо дамаги. Вместо Аганима Кирасу. Решили пусть СФ лучше дамажит. Артизи уже с бабочкой. По идее в Блэкинг Баре никто толком пилить его и не будет. МКБ у Гирокоптера далековато еще. У Айджи только приобретает себе Демонедж. Еще ему надо 2400 заработать на Манки Кинг Бар. Гирокоптер 16 левел. Какого левела Артизи? 18. И по Нетворцу как дела? 11300. У Гирокоптера в составе команды Юхоума. У СФ 17400. То есть перефарм на целый слот как-то не очень влетел. Сетевая влетела и улетела. У Зая до Блэкинг Бара половина рецепта осталась. Так в принципе всего достаточно уже. Что у нас за мест на Медлейне? Ловят Ротике. Ротике сразу в Супернову. По идее должны разбить. Хотя нет, не разбивают. Ох, тут подрасказ сейчас. В ПАПа идет Тим Секрет. Артизи еще в Блэкинг Баре. ПКБ заканчивается. Артизи без маны на Рекейм Оф Сол. Не юзает, продолжает не юзать Рекейм Оф Сол Артизи. Ну что, Артизи разультился. Половина ХП всем посносила. Ну и Артизи лоу ХПшный валит отсюда он по трекам. Кри бежит за ним. Вайджей бежит за ним. Минус 3 от команды Ехоум. Еще никуда из фо не отпускают. Это минус 4 там по трекам было. И Тауэр тут просто на десерт забирает команда Ехоум. Сколько же там по графикам сейчас перевернется? 3 600 золота. 6 200 экспириенс. Плюс забранный Тауэр. Команда Ехоум просто переворачивает графики с ног на голову. С 8000 до 3. По экспириенсу с 7000 до 2. Вот это подрались. Вот это секреты. Артизи не умер. Если бы забрали еще и Артизи, это был бы такой громаднейший бус для Ехоум по голде. Мы могли бы перевернуть всю игру моментально. Гирокоптер уже приобретает себе МКБ и Артизи становится немножечко неудел. Ваджей подправил свои дела немножко по фарму. Да и Сетивай тоже хорошо себя чувствует. Шторма уже после Блотстоуна и Оркида. 2000 голды на руках. В курьере для Сетивая лежит Ultimate Orb. Даже не просто. 2000 голды. Зай у нас под Сайенсом. Зай его ОКПш на Сетивай ловят. Кстати, у Кура есть Финкс Грипп. Так надо забирать Сетивай. Это правильно будет. Нет? Нет, не напали. А как так получилось-то? Как такое могло быть? Ну, Неротикей, да вообще никто не мог бы ничего сделать, мне кажется. Но Кура не провязал в итоге Финкс Грипп. Оставил на Масс Файт. Возможно, правильно. Обновился. Только-только Сентривард поставлен был. Это кто такой? Я не знаю, кто это. Какой-то китаец. Зай вместе с Пупеем в армии Атеншентов. У нас есть Глимер Кейп, есть Медрильонов Кураж. У Зайна, Спирит Брейкере. Немножко совсем денег остается до рецепта на Блэкинг Бар у Артизи. В это время 1700 на руках. После Баттерфляя в Курьере ничего. Пупей приобрел себе Гем, кстати. Тоже вещь полезная. Ну и БКВ появляется на Зайе. Что со стороны команды Ехум? Гирокоптер. Блэкинг Бар есть. Манки Кинг Бар есть. Хелмов Доминатор. Аквила и... То есть Буци, 2500 на руках у АйДжей. Шторм Спирит. 1900. Дидиси на Виверне. Есть Солар Крест. Глимер Кейп и Транквил Буци. Ну, такие артефакты для саппортов-то, конечно, подарок. Недорогие, но очень важные и функциональные. Чтобы саппорты тоже не были неудел, если там не получилось агоним собрать на ЦНК. Чтобы она всегда знала, что есть что-то промежуточное, что очень полезно для команд. Линкен Сфера появляется для Шторма. Думал, это будет Хекс. Но ничего подобного. В Курере уже летит Линка на Шторма. Это разбираться с Бэйном. Это чтобы Финс Гриппы не делали больно. Или Вайпер Страйк, например, сбивать. Тоже очень даже полезная штука. Так что Спирит через всю карту на Курьера. Сити Вай забирает Курьера. А в Курьере лежал... Готовая Кераса лежала в Курьере. Немножко Курьер не долетел. И Сфо хотел приобретать себе... Керасу. Теперь не будет Кераса еще 3 минуты. Это минимум. Сфо в расстроенных чувствах отправился на собственный фонтан. Пошел отпушивать топ-линию. Где там в это время Артизи? Артизи нагловато себя ведет на вражеском хайграунде уже. Сити Вай за ним. Пожалуйста, пошел мстить. Артизи. Артизи отправляет в Климер Кейп. Значит, рядом есть Саппорт. Сити Вай бежит за Артизи. Будет за Пупеем. Так, ловит Артизи через Ботекс. Рудскей будет тоже его стопить. Ракета поняла где тело по Артизи. Ну и Пупей должен его выкилить, по идее. 506 Move Speed для Shadow Finda. Ну и Сикреты. Все, что вы играли по золоту, теперь слили. Теперь они внизу по фарму и по экспириенсу. Тоже Ехомы ведут. Кто говорил, что будет просто играть против Тимору Тикея? Даже не представляю. Кто бы мог такую глупость сказать? Ну хотя команда Сикреты считается безусловным фаворитом. Но вы видите, что с ними сейчас происходит. Артизи тут фармит как чокнут. У него 20к. Но теперь Артизи, у которого 20к. И плюс С4, у которого 15к. Это допустим 35 тысяч. 36к. А здесь YJ по 18. И CTY 18. Тоже 36к. То есть топовые пары героев. Они равноценны по Нетворцу. Если их складывать вместе. Рошан вот-вот уже появится. Команда Ехома оккупировал территорию вокруг Рошана. Готовятся, ждут. Девардинг пошел от CTY. Возможности великолепные для этого. Через боллайтинг что угодно и где угодно фарми. Будь то крипы, будь то ворды. До товаров тоже дело может дойти. Ловит Пупея. Пупея в сайленте. Пупея умирает. Да, спадает с Пупея. Что-то спирит зарабатывает. Мега киллстрик уже. Сетевая без маны. Но 46 монопоинтов в секунду у сетевая регена. Хочу переживать по этому поводу вообще. Сетевая без маны. На Фениксе уже Шивас Гвард у него есть. Есть Мега. Есть Урднов Шадлз. Ну все. Ехома по идее секретов тут просто нести будут. Да ладно. Да это что шутка? Второй раз уже. Ну имейте совесть. Опять Курьер Радиентов умирает. На этот раз Двенедж для Артизии не донес. Полетел сетевать. Через всю карту на Хура. Хура здесь должен умирать. Хура погибает. Баунти Хантер забирает этот фраг. Минус один от команды Ехом. Дальше файты. И дальше давим. Дальше все очень даже неплохо. У команды Ехом. Почти разносить одного за другим. И команда Ехом. 700 голды после этого файта. 980 по экспириенсу тоже в плюсе. Ну и секреты посыпались. Вот такой вот опытный взрослый коллектив. Серьезных игроков. Видавших виды. А что происходит? Непонятно. Ну и Хоу мы вышли на Роху. Наверное, все-таки добивать. Да, это не проблема. Для них дэмэджа достаточно. Шторм спирит забирает на Саего. Шторм спирит через всю карту на Зая. Ну и Сити Вайя есть. Ему в трусай. Поэтому Зая здесь, скорее всего, развалят. Шало грейк на Зая. Ну, это до поры доверия. Зая пытается убежать. Зая, по-моему, убежит. Так куда ты тут от Сити Вайя убежишь? Антапа был уже от мидлейнера команды Ехом. 41-ая минута. СФ в лейте. Не боец. Это факт. Это факт. Ну, а гирокоптер в лейте. Боец. У него уже есть ботерфля. У него есть манка Кингбар. У него 330 с руки. Сколько тут у СФа? 280 с руки у СФа. И до чего дошла вообще Дота? Ланэм на Баунти Хантере приобретает себе Дагон. Есть у него Форд Став. Есть Турпов Веном. Но не хватает бирс дэмджа команде Ехома. Чтобы быстро справляться до проюзывания МЕК и прочего, прочего, прочего. Сыр у гирокоптера. А я Гоу Сити Вайя. По идее, команда Ехом сейчас на очень хорошем ходу. Сколько проигрывали, столько теперь выигрывает у коллектива Сикрет. И по фарму, и по экспе ситуация идентичная. Ехом мы подпушили под центральную линию. Вся команда Сикрет ждет. Что же здесь будет? Как с этим всем справляться? 4800 на руках в артите. Байбэк у него имеется, если что. У Штарма есть байбэк. И у Вай Джея. Короче говоря, в составе команды Сикрет байбэк только у Шадоу Хинда. Врыв пошел на СФ, а притяжка по нему. Ракета тоже на СФ. И Артизи просто отойдет под Т4. Для него не проблема. Еще и ракету разбили игроки команды Сикрет. СФО запулил Вайпер Страйк Феникса. Какая ирония судьбы. Команду Сикрет наказали Штармом. Выталкивает СФО на это, по-моему, в 1М. Подлец такой. Врыв на Ротикея. Незер Страйк по Нему Ротикея. Будут пытаться убить полный брейкс от него. У него есть Супер Нова. Поэтому сейчас будем, скорее всего, юзать. Он залетает на хэггаунт. Начинает юзать Супер Нова. Артизи пилит у нас быстренько Феникс Сан. Феникс Сан разбивает. Физи лоу шпс. У Артизи есть. Байбэк. Здесь Аэго еще. От седевая потеряна. Ну и Артизи байбэк это, наверное, не будет. Я думаю, что это ГГ. Аэсфо тоже в таверну. Артизи байбэк. Пошел в соло пакет. Да и Аэсфо еще никуда не девался. Аэсфо тоже будет драться за тавер. Сахарик, ну, в соло имеется. Артизи сложновато, конечно. В этой ситуации очень даже сложновато. Сфой есть Керас. Начинает оплевывать по ДДС. Врыв от седевая. Артизи перед седевая. Седевая. Волхи пешный. Да и Артизи тут не на фолхи пета точно. Мидлейн падает от команды. На Ехоум надо перемещаться на другую линию, пока нет трех героев. Из них двух очень даже важных. Ехоум разваливает вторую сторону. С седевая, по-моему, уже ничего никому не сделает. Вот что у нас седевая скорее всего. Да, это Кекс 100%. И... Можно лететь с седевая на третью сторону. А нет, он просто улетает. Просто улетает. Две стороны снесли игроки команды Ехоум в незавидном положении Team Secret. С этим Герокоптер справился бы, но проблема в том, что Герокоптер в составе команды Ехоума им ничего не надо делать, кроме как додавить третью сторону. Они выигрывают 16 тысяч по золоту и 14 с половиной по экспириенсу. Уайджей дальше фармит. У него есть демонэдж. Я думаю, что там будет три догона сразу. Четвертого левела даже. Сайт оф вайс для седевая. Тут за фарм, конечно, очень серьезный. Одна линия, вторая линия. Два первых места. 24 тысячи седевая. Первое место в Айджей на Герокоптере. Ну и Артизи уже на третьей позиции. 22 700. Здесь 14 900 у С4. Ну и все преимущество команды Secret в трубу улетело. Они проигрывают 25 тысяч золота и почти 20 тысяч по экспириенсу. Как много! Это все за две линии, конечно. Это все понятно. По смоками команда Secret на Вайджея. Вайджея будет пытаться разобрать. Здесь кулдаун. Пошел от него. Ульта от Бэйна по седеваю. Седевай фуловый. Сфолл. Кпшная иллюзия Герокоптера просто разваливает седевая. Заяц сюда скорее всего не уходит. Команда Secret сливается в пятером. Это Team Vibe. И трон команды Secret падает. ГГВП. На самом деле очень крутое развитие событий. Команда Secret не такая уж непобедимая. Не супер-купер-грим-тим, которую вообще ни ломом не возьмешь, ни сожешь ее, ни утопишь. Все возможно. Команда E-Home это продемонстрировала. Ротикей, который в прошлой игре, в прошлой игре, в прошлом интернешнл играл в гранд-финале. В этом году тоже приехал с серьезным составом. На этот раз это организация E-Home. И они ничего никому отдавать не собираются. Возможно, очень много зависит от капитана на самом деле. Посмотрите, что с Витчей без RTK случилось. И что случилось с командой Newbie без Xiaway. Вот теперь и думай сиди. Все, услышимся через 5-6 минут. На ответном матче между командами Secret и коллективом Ye-Home. Оставайтесь с нами. Это студия Грекам ТВ. Микрофона Друг. До скорой связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok